Бывшего заместителя НДК на архитектурно-строительного факультета МГУ имени Огарёва Дениса Губанова суд признал виновным в получении взяток. Взяткодателями оказались абитуриенты. Правда, алчная схема, работавшая как швейцарские часы, дала сбой. И доцент оказался безработным, с судимостью, да ещё теперь обязан выплатить шестизначный штраф в доход государства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в августе 2021 года мужчина за оказание содействия поступления на бюджетную форму обучения по программе магистратуры на архитектурно-строительный факультет получила от трёх студентов ВУЗа по 20 тысяч рублей от каждого. Губанов на экзамене задавал абитуриентам вопросы, ответы на которые они знали заранее. В результате реализации схемы все трое поступающих были зачислены научную форму обучения. Деньги переводили на карту знакомого Губанова, который трудится в профильной факультету коммерческой организации. Этот посредник либо обналичивал суммы и отдавал другу из ВУЗа, либо делал перечисления от своего имени. Прикрытием таких переводов была оплата за услуги, которые Губанов мог легально оказывать фирме. 42-летний заместитель декана очень осторожничал с очниками и очень откровенно вел себя за очниками. Для последних существовал особый прайс – 15 тысяч рублей за сессию, кто её посещал, и десятка сверху, если не появлялся на лекциях. Для полной уверенности в сдаче госов и защите дипломных работ требовалась оплата в 50 тысяч рублей. Вину доцент признал полностью. На момент передачи дела в суд Денис продолжал числиться в должности, однако вскоре с педагогической деятельностью ему пришлось попрощаться. И на первом заседании суда он предстал уже безработным. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион 500 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил. Анастасия Исемушева, программа «Происшествия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова